Итак, в шаге 35 мы рассмотрели смысловую модель трех методов On Touchdown, On Touch Move, On Touch Up То есть касание, перетаскивание, отпускание Курс получился довольно большой Это 12 уроков Мы с вами очень четко рассмотрели весь код Значит, в код я сейчас ударяться не буду Он есть весь в курсе Я единственное скажу, чего мы коснулись Ну, во-первых, надо было четко понять, почему используется Python функция Super То есть нам пришлось коснуться проблем ромба Смысл такой, что если есть класс А, есть класс Б, есть класс С, есть класс Д И, например, если класс Б наследуется от А, С от А А класс Д наследуется от Б и от С То есть, по сути дела, если мы изменим какие-то методы в классе А, то пойдет путаница Так вот, для этого мы и рассмотрели класс Супер Но я по нему еще запишу еще более подробный урок Далее нам важно было понять перемещение При этом не только перемещение Прописывание кода касания и перемещения Так вот, смысл такой Код я опять сейчас уберу, потому что мы его рассматриваем в уроках По сути дела, для того, чтобы понять, как это работает в Киви То что мы сделали Вот если взять вот этот экран Это планшет, да, например, там То мы определили прямоугольник, определили центр И, по сути дела, теперь в центр мы могли помещать все, что угодно Чтобы определить область в Киви Это такая вещь, как Он Туч Мув То есть перемещение Первоначально оно кажется очень сложным Но если разобраться, то все довольно просто Мы с вами У нас ранее был определен центр Мы определили Значит, левый угол прямоугольника После чего Мы легко могли Уже можно было бы провести линию Да, и по сути дела, если двигаться То все было в пределах прямоугольника То есть мы, нажав на любую часть прямоугольника Можем этот весь прямоугольник двигать Поэтому я и говорю, что вот такой принцип Да, но нам надо было это все отразить в коде Поэтому я вам рекомендую Хоть есть весь код Выполнить домашнее задание То есть заменить прямоугольник на округ Чтобы полностью разобраться Разбирались мы В 12 уроках Сам по себе курс получился объемным Но моя цель была в том, чтобы я объяснял Кстати, видите, вот перемещение у нас аж 5 частей Это 50 минут по минимуму Но настолько я объяснял очень спокойно И разжевывал Так как очень четко понимаю Что данную конструкцию вы будете использовать Во многих приложениях реальных Kiwi То есть это будут приложения Идея перемещения Я имею в виду перемещение будет почти везде Поэтому затратили такое большое количество времени И в конце концов вы увидите Что все действительно банально просто Тем более при той мощи Которую нам дает Kiwi По сути дела Когда вы будете смотреть курс Вы поймете, что все за вас делает класс MotionEvent И также мы познакомились с методом ColliderPoint Это стандартные методы Kiwi Например, класс MotionEvent знает абсолютно все То есть он знает Он знает о координатах все Он знает о перемещении Он знает о методах Мы касаемся Или перемещаем Или уже отпустили Он знает все Данный класс Поэтому наша задача В принципе Была научиться просто Понять этот класс Начать применять И осознать Все методы Поэтому Как я говорил Что В курсе уделено Очень большое внимание А далее будем расширять Домашнее задание Выполнить Обязательно Смысл домашнего задания Чтобы действительно Разобраться В перемещении В перемещении Принципиально Вот допустим На данный момент У нас человечек двигается Да Но на самом деле Когда мы рассматривали У нас появилась куча проблем Человечек должен двигаться Относительно всего экрана Вот мы на это обращали внимание Потом А где человек Можно в эту иту щелкнуть Но человек не двигается Можно тут щелкнуть Человек не двигается На руку щелкнем Уже двигается На ногу щелкнем Уже двигается То есть Принципиально Но ведь это все в коде Прописать Поэтому я к чему говорю Я вам предлагаю Вот этот Прямоугольник Который мы писали Заменить на Круг И вы так же Определите Центральную точку Вы так же Определите Только в круге Центральную точку Определите Значит Окончание окружности И уже Вам легко Можно будет Провести линию И у вас будет Перемещаться фигура Уже Которая находится В этом круге То есть Это вам даст Опыт Определение Размеров Параметров И потом Вы сможете Данную модель Вообще Данный код Использовать Как шаблон Который будет работать Но Добавлять Некоторые Моменты Поэтому Обращаю Особое Внимание На домашнее Задание Еще раз говорю Особое Внимание Я не зря Начал Отдельно Раздел На СПБ Питон ООП Например Я вас Отправляю К шагу Девять Питом ООП Чтобы понять Аркварт Также мы Коснулись Что я говорил Ромбовидного Изучили Классы То есть Я вам дал Исправку Но в принципе Мы все объяснили Потом Дал Весь Ком Но Также Очень важно Выполнить Домашнее Задание Кстати Заметьте В школе Нет смысла Там Бегать По группе Каждая Рубрика Группы Или домашнее Задание Прикреплена К своему Пункту Плана И так Везде Поэтому Прошу вас Очень Выполнить Домашнее Задание Потому что Это В ваших Интересах Так Как Методы Значит Касания Передвижения Отпускания Вы будете Использовать Везде Поэтому Прошу Отнестись Так же Как я Отнесся К этому Курсу Очень Серьезно И Сделать Несколько Приложений Чтобы Касания Перемещения Отпускания Для вас Уже Были Действительно Просты И дальше Можно Наращивать Знания Что мы И будем Делать Спасибо Как я Говорю Найти Python For Android Довольно Просто Набираете Сайт SPB-RTU Точка Ру Нажимаете Еще И здесь Есть Python For Android Сайт Python-Android SPB-RTU Все Успехов Продолжение следует